Ещё есть вопросы? Да, второй вопрос очень интересный. Когда появился человек на Земле, можете ли Вы объяснить понятие «человек разумный» и «человек неразумный»? Хорошо. Для меня этот вопрос, может быть, не стоит вообще меня отвечать на этот вопрос. Но я обещал Вам ответить и буду правильно то, что я чувствую, то, что я вижу, Вам говорить. Если речь идёт о Homo sapiens, о тех, которые были похожи на нас, это история 100 тысяч и 150 тысяч лет. Живёт Homo sapiens. И по поводу разумные, неразумные, они всегда были разумны, потому что это человек. И жили, но просто стали более адаптированы с окружающим. Вот, допустим, люди раньше ели, травоеды были, поэтому у нас это зубы, какие-то зубоутростые помогли нам траву есть. А сейчас вообще, если сказать правду, у многих людей зубмудрости нету. Даже зачатка их нету. Вот, допустим, у меня их нету. И человек эволюция происходит, меняется, потому что потом нашёл человек, как сделать окон, после этого уже начинал мясо есть, охотиться. Всю эту историю и 100 тысяч. хомо-сампинс. Ну, это, честно говоря, по сравнению того, что я буду сейчас сказать, ничего. Человек жил на земле и был на земле уже очень-очень-очень давно. Даже в эпоху динозавров человек жил на земле. У меня есть несколько вопросов. Вот все знают, кто такой Адам и Ева. На персидском языке также называется Адам есть Адам. Это значит человек, если перевод с персидского. А Ева это слово хава, воздух. до сих пор мы на персидском языке эти слова используем. Допустим, говорим хороший человек, говорим хороший Адам. и один вопрос. Как выглядел вот этот Адам? Какой у него был рост? в многих книгах старинных написано примерно рост Адама около 20 метров. Удивляйтесь, они жили на земле такие вот такой рост человек жил. И это в книгах описано. Есть много про гигантов, люди гиганты, которые больше трех метров были. Я уверен, что скоро вообще какие-то нашли и скоро найдут останки вот этих людей, человека, которые больше трех метров были. А кто они были? Разве они люди? Разве можно сказать, что всего история человечества не знаю, 15, 20, 30 лет? 1000 лет? Нет. Вот. И соответственно в эпоху динозавров, когда жили динозавры, это значит миллионы лет назад жил и человек. А как можно сейчас сказать и кто разумный и кто неразумный. И мы такие маленькие, ну метр два максимум и считаем себе разумными. А представьте человека, который 6 метров. У него мозг наверняка 10 раз больше, чем мы. Изверения мозга тоже много побольше. значит он тоже был разумным. А где они? Что с ними случилось? Почему мы такие маленькие стали? Они были такие большие? Но это конечно скоро археологи найдут таких людей, которые жили и были, мы их называли гигантами и их можно найти. Конечно если места сказать это те места, которые сейчас покрыты слоем льда. Где-то в этом районе Антроптиде да? Антроптиде да. Вот там жили были такие люди. их останки скоро найдем не найдем найдутся и все будет конечно понятно объяснимо откуда такой человек если я ушел из темы конечно опять постараюсь объяснить то что я имею ввиду люди были большие большие рост у них и жили на земле а они уменьшались 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 ну такие как мы а почему потому что я вам сказал человек что кушал они травоедом и прекрасная погода солнце ультрафиолетовое воздействие не было и правильные пищи которые много кислорода содержал кушали и они были действительно гигантами а а сейчас считаем себе разумными сар земли хозяин земли и и и просто мы так считаем а по-настоящему если самом деле сказать мы кости на этом земле и самыми вредные сами неполезные существа на земле которые всех убиваем все разрушили и и таким образом если продолжать ясно чем заканчивается наше будущее земля нас любит нас кормят ами на место того чтобы благодарить разрушение давайте так по поводу человечества я сказал то что чувствую я опять же не хочу никого обидеть и знаете когда сказали давно земля круглая многие были в шоке многих за этого убили но на самом деле это земля круглая поэтому подождем и посмотрим ну несколько лет еще подождать тогда все будут шокированы археологические археологические находки какие люди были гиганты а мы с вами может быть остатки их но каждый считает себя очень умный очень такой сильным давайте так за это любовь нас и спасать любит друг друга и тогда все будет хорошо когда на земле не будет война когда будет мир на земле все будет прекрасно а пока мы считаем в себе разумными но я считаю абсолютно наоборот дай бог чтобы у всех осталось все хорошо я конечно постараюсь в дальнейшем на все ваши вопросы ответить если мои ответы которые я говорю в этих видео об решении вам не помню понятно зададите еще вопрос уточняю я следующий раз буду их объяснить вам говорить и сегодня решили еще одну вещь сделать сказать вам о том что эти видео обращение мы будем продолжать мы здесь в офисе сделаем студию и желающих дальнейшее будем пригласить гости будем сидеть общаться не только чтобы я один сидел ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла говорил, вы устаете же, ход был, рядом кто-то из вас, каждую неделю, каждый день, и будем общаться, чтобы это было более результативным, было более приятным, чтобы все было хорошо, все прекрасно, все отлично, потому что вы есть у меня, потому что я самый богатый человек столько у меня друзей спасибо всем вам за то что вы есть и от всей души желаю вам всего всего на дочь живите красиво всего доброго до свидания